канал сделано в деревне представляет всем привет друзья мои и подружки с вами как всегда фаниль и вы снова попали на мой канал сделано в деревне вот друзья продолжаем нашу эпопею и это уже вроде бы пятая серия этого проекта проект какой-нибудь где мы делали крышу обшивали дом сейчас уже делаем баню делаем мы его уже сделали вы сейчас это увидите последние работы там туда-сюда и в конце будет итог давайте начнем и забыл сказать ничего сверхъестественного не ждите новый день уборка конюшен два человека немножко пыльно песчаный карьер цементный завод отштукатурили стены уже заполняем всякие пустоты на полу и потихоньку выравниваем дальнейшем будем здесь укладывать кафельную плитку вот на этом месте не будет плитки из-за этого будем штукатурить с помощью штукатурной доски доску мы забыли дома сделаем новую а здесь будет плитка вот здесь вот возле печки обычно не делаем плитку потому что она отлипает из-за жары тут можно сделать декоративные камни все что угодно но у нас бюджетный вариант будет штукатурка может быть покрасим вот такая импровизированная штукатурная доска у нас получается все просто четко и аккуратно быстро и из доступных материалов это уже будет рукоятка вот так вот прикрутим с помощью шуруповерта где мы остановились вот здесь надо сделать дверь поставить заранее прикрутили вагонки а ей коробки так вот заранее прикрутили чтобы потом было попроще теперь будем обшивать откос везде пена будем обшивать вагонкой вот так вот и вот здесь запеним потом вот так вот сначала прикрутили пол вагонки разделили ровно пополам чтобы можно было использовать обе части сейчас вот так вот поставим заколотим гвоздем и будет четко и вот примерно вот такой вот откос получается вот здесь будет наличник пока вот с этой стороны сделали тоже из вагонки все по простому но прикольно чики пики а тут мы уже помогаем тете занести морозильник то еще работа так вот а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одна ступенька Чтоб было удобнее ходить Из остатков Вагонки и шпунтованные доски и всякий хлам Бройлер Бройлер на 30 литров Сейчас вот сюда повесим Бройлер стоит на месте Так Строительный ужас тут Плиточки Ох, ребята, что вы натворились полом и со стеной Все обосерно Кошмар Что-то привезли Малярные работы Печку Огнеупорной краской А внутри тоже идет работа Как всегда Строительный ад Гамора Нельзя Тоже красим Подкраска бани Два человека Ему съемка А я Занимаюсь Пропиткой Вот такая пропитка Для пола написано Но мы и стены этим красим Нормально С воском Он тут блестит Вот покрашен Вот отсюда Дальше надо красить Все деревянные элементы Элементы будем красить Смотрите Шедевр народной инженерии А тут мы уже делаем соединение для домохода Она будет у нас как конструктор собираться И делаем вот такие кольца Чтоб одевать друг друга Некоторые вот так вот ставим Маленькие кольца внутрь Вот так вот Все четко Аккуратно Потом можно будет Собирать И разбирать Не ори Плюсик Хорош Делаем домоход Вот такой зигзаг будет Вот тут печка Идет наверх Потом вот так вот И наверх И там будет крышка Не крышка А вот эта штука Пламя-гаситель Искра-гаситель Сверху видите Точно так же будет Наверх Вот здесь будет выходить Вон там вот И тут надо делать Отверсти Вон там печка Внизу И вон туда одевается Вот так вот И Вот так идет Тут зигзаг В эту сторону И наверх Он туда Где-то там И все Потом закроем Утепитель Здесь еще у нас Сделаем квадратное Отверстие И оттуда снизу Поднимется кипич Где-то вот до сюда Ну чтоб Было безопасно Тут Чтоб ничто не пригорало И все Легко и просто Друзья пока Нечего особо Показывать Сделали Вот вагонки Все Все обшили Все практически Уже готово Вот Пропитали Стены Пропиткой Специальной Вот такой Вот Если видно Обычные комнаты Один слой А баню Два слоя Там уже другая Пропитка С воском Ну я вам уже Показывал И дальше Будем уже делать Пол Сейчас уберемся Везде Сделаем Морилку Какой-нибудь цвет Пола Придадим Чуть-чуть Чтоб Не везде Было одинаково И потом Лак Два слоя Может быть Три Посмотрим Скорее всего Два Вот так вот И потом Покажу вам Итог Вот тут Надо убраться Из везде Там кипиш Короче Все надо убрать Все практически Готово Так Уборка Конюшен Два человека Все убираем Все вот эти Ковры Персидские Хорошие Все убираем Все будем Подметать Пересосить И все остальное И картоны Щелинские Да Щелинские Картоны Сколько ковров Можно на продажу И вот такой Лак будет Пойдет Этого конечно Недостаточно У нас тут много Будем работать Финишная Прямая Ребята Наконец-то Вот так выглядит Пол до Морилки Вот так выглядит После Потом еще Два слоя Лака Будет Шикарно Шикарно Вы наверное Заметили Что я Крашу Кистью Только в одну Сторону Вот обратите Внимание Это не просто Так Это делается Чтобы Не забрызгать Стены Вот такая Вот технология Тропа Легенд Лаг Синее Первый слой Лаг Кайф Запах Огонь Первый Запуск Намечается Наполняем Бочку Обратно Бойлер Заполняется Бойлер Бойлер Заправляем Тоже Произвожу Первый Запуск На Щепках Так Красота Все Разлагаемся Одел Свои Гламурные Носки Даже Все Проверили Все Работает Тропический Душ Небольшой Нормально Еще Камни Надо Добавить На улице Пока Высыхают Наносим Второй Шлой Лака Здесь Уже Сделали Все Блестит И Сверкает Есть Небольшой Дым Из Печки Выгорает Там Всякие Мусоры Технические Масла Технические Масла И все Такое Все Четко Сейчас Подметем И Покрасим Лакируем Здесь Тоже Все Блестит Далее Продолжение Dot Субтитры создавал DimaTorzok 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 За работой, теперь вот посмотрим итог Включил на камере широкоформатный режим, чтобы рассмотреть больше пространства Чтобы в кадр влезло больше информации И вот с этих ворот как раз началась эта работа В том году вроде или не знаю уже несколько лет назад сделали ворота Вот обшили дом Прям в этом году вот В начале этого проекта И уже в конце уже сделали баню Все это как бы в одном Все было сделано подряд Давайте посмотрим Ты-дин-ты-дин-ты-дин Привет, вайрос Песик-месик Вот такой навес у нас получился Дом я вам уже показывал и сверху и снизу Вот так вот Сделали два входа Это на топку В топку Отсюда заходите с дровами И топите печку А это уже парадный вход Ой, певицы-куры Иди Тут все это у нас На всякий случай И еще поставили вот здесь Ходили-ходили Было темно Чтоб Вот так вот поставили Чтобы здесь было видно ночью А то было темно раньше Давайте уж зайдем уже Так вот Пол блестит Два слоя лака И Что показать Это как бы прихожая будет Возможно здесь появится шкафчик В будущем Пока вот такая комната Привет Привет Хозяйка сбежала Хе-хе-хе А здесь топка Так вот Вот здесь печка Открываем Топим Закрываем Вот отсюда можно Входить Здесь провели трубу Чтобы летом Можно было Вот так вот Подсоединить сюда шланг И поливать там Огород Или еще что-нибудь А на всякий случай Пока этот кран Открытый стоит А внутри есть еще один кран Он закрыт Чтобы не замерзало На всякий случай Ну что в прихожей снова Вот еще одна комната Это уже веранда Так вот Пока тут только холодильник Возможно еще тут появится еще один шкафчик Будет очередная хламиловка Как мы любим Все есть Все четко Стены вагонке Потолок вагонка На полу тоже дерево Тут морилка Два слоя лака А стена пропитана Специально пропиткой Для дерева Чтобы сохранить Чтобы она дольше служила И не потеряла свой свет Не темнело Так вот покрыли пропиткой Двери точно так же Это самодельная дверь Папа делал Эконом вариант Внутри утеплена Стены тоже утеплены Кстати тоже Вот эти стены тоже утеплены Но эта комната не отапливается Утепляли просто так На всякий случай Здесь тоже все Стена утеплена Дверь тоже Давайте зайдем в предбанник Это уже покупная дверь Из липы Вот ни одного сучка Там точно такая же дверь Вот в бане Вот этот предбанник у нас Тут уже есть отопление Тут уже теплее сразу Ощущается А где свет Вот и свет Окна пока открыты Потому что запах Лака еще не проветрилось Со временем это пропадет Люди уже начали принимать Баню Мыться Вот здесь сделали вентиляцию Чтобы когда открываете дверь Пару ушел Туда короче На улицу Сделали вот такую Такую скамеечку Если это можно так назвать Чтоб можно было посидеть там Когда вы уходите из бани Вот так вот И болтать там еще столик можно поставить В общем это уже в дальнейшем Ставили бойлер Который Ну Для душа Чисто для душа Потому что у нас в бане есть душ Давайте посмотрим Такая баня Как я говорил Тут уже моются Баня рабочая уже Три раза где-то топили Два-три раза Еще Пару раз И запахи уйдут Пока есть тут запах такой Специфический Но она пропадет Вот такая вот баня у нас получилась Закрытый полок Многие от этого удивляются Мы уже Много лет так делаем Где-то 10 лет уже так делаем Некоторые говорят Как вы будете Обогревать этот полок На самом деле Если посчитать квадратуру Квадрат полка Даже меньше чем Квадрат стены Получается Который закрывает Вот так вот Наверху там пеноплекс Вот так вот Ну внутри полка Если вы следили Из-за этого Он обогревается Достаточно быстро И он даже Работает как Теплоаккумулятор Обогреваешь Один раз баню И полок работает Как старые печки Если помните Были большие Каменные печки Которые работали Теплоаккумулятор А тут у нас Работает полок Вот так вот Естественно Есть вентиляция Вход Здесь выход После приема бани Вот так вот Открываете Если вы дальше Не собираетесь Заходить И все Проветривается Потихоньку Поставили декоративное Освещение Это не обязательно Можно кучу Всего декоративного Сделать Чтобы было красивее Но это уже будет дороже И дольше Ну Каждый делает На свой карман Как говорится Поставили душ Вот так вот Импровизация Чистый колхоз Есть Такая Тропический И есть Вот эта штука В общем Можно и душ принимать Вот как-то так Печку делали не мы Печка покупная Обычно мы делаем Чуть по другому Но Тоже хорошая печка Надеюсь Будет служить долго Бак Где-то на 100 литров И этого достаточно Вот так вот Здесь плитка У нас мы Керамогранит Везде Использовали Потому что Были случаи Я ремонтировал Там Если вы Следили за каналом Когда ставишь Обычную плитку Если Баня замерзает Может плитка Лопнуть Вот так вот Посередине Она просто Отлетает Не сама плитка Она пополам Вот так вот Расслоивается Короче Капец А здесь просто Покрасили Это обычная эмульсия Фасадная Чтобы Ну она не впитывала воду А стены Все деревянные элементы Пропитали Специальной пропиткой Специальной С воском В два слоя И Теперь можно Спокойно Брызгать водой И она будет Оттекать Как ртуть Просто Не будет Прилипать К стенам Везде Так пропитали Полы И все 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 деревянные элементы А кстати Все наверное Заметили Вот эту Вот этот Пенек Это неспроста Тут стоит Но пора бы Убрать его Уже В общем У нас есть Примета Первым делом Перед тем Как принять Баню Нужно заводить Сюда Либо Кота Кошку Либо Помыть Пенек Первым делом Заходите Мойте Пенек Потом Можно уже Принимать Баню Вот такая Вот примета Странная Обычно Я про пенька Не знал Даже Вот Тетя Мне рассказала И даже Сам удивился Вот такие Вот приметы Странные Ну прикольно Что еще Насчет Печки Тут где-то Знаю Ведер 15 Наверное Камней Влезло И Вот этот Кипич Он как бы Защищает Потолок Вот это Примыкание Чтобы Не было Там Возгорания Какого-нибудь Чтобы Было безопасно Печь Вот эту Саму трубу Мы сделали Непрерывной Она Уходит Прямо До улицы Даже Внутри Печки Идет Вот эта Труба Рекимунду Так Делать Чтобы Некоторые Делают Труба Вот До сюда Потом Идет Ну Потом Разрыв Идет Просто Кипич И потом Дальше Труба Иногда Так Бывает Кипич Там Расстрескивается И оттуда Потом Может Выйти Дым Из-за Этого Сделайте Трубу Цельной Но Она Не цельная Она Там Как бы Одевается Вдруг Друг Но Все равно Она Как бы Непрерывно Идет Можете Убрать Кирпич И Все равно Дым Не будет Выходить Вот Так Вот Здесь Можно Закрыть Трубу И Открыть Вот Что Еще Сказать Все Все По-простому По-деревенски Но Уже Гораздо Лучше Чем Старые Бани Это Уже Немножко Посовременнее Все Вот Эти Деревянные Элементы Они Снимаются Достаточно Легко Время От Времени Можно Их Выносить И Вынести Помыть Там Все Почистить И Занести Обратно Пол Тоже Вот Разделили На Две Части Чтоб Не Было Слишком Тяжело Поднимать А то Они И так Тяжелые А так Будет Хоть Чуть Лучше Ну Друзья Больше Уже Нечего Даже Рассказывать Про Эту Баню Вы Сами Видели Как Мы Делали Надеюсь Все Поняли Что И Как Может Быть Есть Какие Советы Там Если Что Пишите В Дальнейшем Посмотрим Учтем Все Это Делая Но Мы Уже Привыкли Вот Так Делать Многим Так Делали Никто Не Жаловался У Нас У Себя Точно Так же У Дяди Так же Ну Примерно Ну Вот Как Так Еще Насчет Декоративных Элементов Еще Расскажу Можно Сделать Сделать Можно Сделать Например Берете Сучки Всякие Там Дерево Какого Нибудь Распиливаете Делаете Вот Так Штучки Кольца Разрезаете Какие Колбаски Так И Можете Прилепить Дорожку Много Чего Можно Делать Декоративный Камень Который Я Делал У Себя Во Творе Если Помните Точно Так Можно Сделать Дикий Камень Можно Прилепить Какие Нибудь Декоративные Штучки В общем Много Таких Вариантов А если У вас Стены Деревянные Обычно Вот это Место Делают Из Кирпича Как бы Делает Расстояние Тут Вин Зазор И потом Кирпичная Стена Идет Сзади Будет У вас Дерево Здесь Кирпич Чтобы Защитить Деревянную Стену У нас Как Стены Из Камня Из-за Этого Ничего Страшного Нет Вот Так Вот Что Еще Все Здесь Еще Будем Делать Баню Следите За Каналом Увидите Может Сделаем Еще Новые Всякие Фишки Там Декоративки Посмотрим А это Уже Бюджетный Такой Вариант Ну Как Сказать Бюджетный Такой Доступненький Вот так Вот Все Пойдем Отсюда Уже Шрат Там У нас Канализация Небольшая Все Уходит Туда А Забыл Сказать Ну Я Уже Наверное Горел Все Сделано С наклоном Полок Вот Сюда Вот Наклон Это Тоже Нижний Полок Тоже Наклон Где Печка Стоит Тоже Сюда Наклон И Пол Сам Наклон Вот Тот Угол Идет И Там У нас Канализация На Отвести И Там Сразу Стоит Трап С Гидрозаслоном Короче Там Запахи Не будут Идти Все Нормально Все Все Как Положено Вот Такие Дела Такие Вешалки Тетя Купила Прикольнее Ну Еще Много Чего Надо Докупать Поставить Там Это Уже Со Временем Все Это Будет Вот Такая Вот Баня Друзья Это Конечно Не Шик И Не Роскошь Но Все Ж Имеет Место Быть Такая Баня В Деревне Это То Что Нужно Ну Конечно Можно Было Сделать Там Все Деревянные Элементы Из Липы Или Из Другого Дорогого Сорта Много Чего Сделано Там Из Ели Там И Из Липы Конечно Есть Некоторые Вещи Но Вот Все Из Простых Материалов И Еще Конечно Можно Было Добавить Декоративные Подсветки Декоративные Камни Элементы Я Вам Уже Говорил Все Зависит Вот От Этого Если У вас Много Денег Добавляйте Делайте Там Вообще Такие Роскошные Бани А У Можно Было Еще Там Спрятать Трубы Чтоб Ничего Ничего Не Видно Было Но Как Всегда Импровизация Все Приходит Там По Мере Во Время Работы И Там Уже Все Делается Если У вас Есть Проект Запланирован Если Все Заранее Тогда Можно И Трубы Спрятать И Много Чего Другого Сделать Так Что Вот Так Вот Что Еще Сказать Вот На Это Если У вас Еще Остались Вопросы Как Обычно Пишите В Комментариях Там Обсудим Поговорим И На Поседок Желаю Всем Здоровья И Отличного Настроения Увидимся В Следующем Виде Всем Пока